Рабочий день Сергея Гриня начинается с обхода мультимедийных залов Сочинского художественного музея. Обращаться с современными технологиями научный сотрудник галереи научился так же быстро, как программирование влилось в искусство. Затемненные очки Сергея для работы не предназначены, правда, перед посетителями отшучивается, мол, вот до чего техника дошла. Чувство юмора, несмотря на недуг, у этого человека не отнять, впрочем, так же, как и доброе и открытое расположение каждому человеку. Помимо личных качеств у Сергея богатый, и разнообразный внутренний мир, впервые свои мысли он вынес на бумагу 20 лет назад в форме геометрических линий. О творческих способностях своего сотрудника руководители музея узнали недавно и сразу заинтересовались рисунками, которые выполнены с помощью трех лаконичных цветов. Название картинам автор не дает, так как каждый человек может увидеть в них изображение по-своему. Первое впечатление, пожалуй, было таким, что я имею дело с чем-то очень оригинальным, чем-то очень интересным, тем, что я прежде не видела. Хотя, несмотря на то, что я действительно картин-то видела очень много. И изображение, оно очень четко, очень продуманное, очень действительно лаконичное. И в то же время оно наполнено какой-то внутренней жизнью, внутренним символом. На одной и той же работе разные люди могут видеть разные вещи. Ни одна работа у Сергея не повторяет другую. Кроме того, художник, как утверждают специалисты, постоянно прогрессирует, предлагает и воплощает новые идеи. Так, по словам Сергея, у каждого человека есть свой астральный портрет. Для того, чтобы его нарисовать, художнику нужно знать дату рождения человека, немного с ним познакомиться и взять в руки маркер. Я пробовал, допустим, и красками, ну, если, допустим, четкие линии, но в связи с того, что я не вижу кисть и как она ложится и бликует краски, то есть маркер – это самое было идеальное для меня. Вот поэтому я для себя, наверное, ответил. Почему всегда маркер? Как мне всегда вопрос был до болезни. Почему маркер? Оказалось, что это именно тот инструмент, которым я сейчас могу работать. Каждую работу Сергей подписывает своим графическим символом. Он же находится и на правой руке художника. Мастер ежедневно пишет новые графические картины, поэтому из даты открытия персональной выставки Сергей пока не определился. И сколько еще шедевров дополнит экспозицию из уже отобранных 16 произведений неизвестно. Зато главная афиша, представляющая незрячего мастера, уже готова приглашать гостей. Татьяна Ногорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.